Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире Бешенковичское районное радио и его ведущая Екатерина Субач. Как всегда в это время, мы встречаемся с вами в диапазоне ультракоротких волн на частоте 72-65 МГц. О главных событиях из жизни Республики и Придвинского края в ближайшее время. Частный бизнес. Преодолеть кризис помогут инновации. Именно об этом шла речь на Международном форуме «Инновационное предпринимательство Витебской области». Он прошел в северной столице 12 ноября и сделал хорошую заявку на создание постоянно действующей площадки для формирования региональной инновационной среды, в которой смогут комфортно взаимодействовать разработчики, инвесторы, научные центры и местные власти. В работе Международного форума приняли участие представители малого, среднего и крупного бизнеса, руководители обл. исполкома и главы регионов, ряда республиканских министерств и ведомств, банки, субъекты, инфраструктуры, поддержки предпринимательства, представители отечественных компаний и бизнесмены из России, Китая, Польши и Чехии, а также ведущие региональные учебные заведения. И, конечно, многочисленная молодежь – будущие звезды инновационного предпринимательства Витебщины, которые терпеливо впитывали азы и приобщались к обсуждению актуальных проблем экономического развития. Предпринимательство играет все более важную роль в социально-экономическом развитии Витебщины. И сегодня власти готовы оказать этому сектору разностороннюю помощь, заявил в ходе пленарного заседания форума заместитель председателя обл. исполкома Олег Сергеевич Мацкевич. Так, удельный вес малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте постоянно растет и сейчас достигает 22%. В таком важном показателе, как экспорт, уже половину областного результата или полтора миллиарда долларов обеспечивают частные компании. Нет сомнений, форум Витебски стал эффективной площадкой для расширения международного сотрудничества, различных участников инновационного процесса и субъектов поддержки предпринимательства. На инновационном форуме в Витебске подписано несколько соглашений о развитии сотрудничества. Подписанты представители Беларуси, России, Польши и Китая. В том числе подписано соглашение между учреждениями здравоохранения Витебской области и предприятием из Китая. Стороны намерены создать в Витебске Белорусско-Китайский центр традиционной медицины и гимнастики, а также соглашение о сотрудничестве между руководителями учреждения образования Витебской области и руководством комплекса средних специальных учебных заведений города Лодь, Польша. Заботы и сельские Пока погода благоволит земледельцам, они продолжают трудиться на поле на подъеме зяби. По состоянию на 19 ноября задание было выполнено почти на 71%. Из запланированных 13 680 гектаров вспахано 9 677. Сверх плана подъем зяби ведут в Агровитвине. На финишную прямую вышли Вядерево, Свитина ВМК и Политотделис Агра. Экономия и бережливость В прошлом году в Беларуси организации «Белкопсоюз» закупили у населения 553 тысячи тонн вторсырья на сумму 1,5 трлн рублей. Собирая вторичное сырье раздельно, семья из 3-4 человек может за год заработать сумму, эквивалентную средней квартплате за два месяца. В частности, за килограмм макулатуры в заготовительных пунктах можно получить 800 рублей, полиэтилена и черных металлов – 1200 рублей за килограмм. Сегодня в стране насчитывается 702 приемно-заготовительных пункта «Белкопсоюза», 92 из которых – передвижные. Но развитие приемно-заготовительной сети продолжается, в том числе и путем расширения штата разъездных заготовителей, которой уже насчитывается более полутора тысяч человек. Кроме введения сезонных заготовок, сельскохозяйственной и плодово-ягодной продукции, они также занимаются заготовкой вторичных видов сырья. На Бешенковичине также имеются разъездные заготовители. Как рассказал редакции заместитель председателя правления РАЙПО по промышленности, заготовкам и внешнеэкономической деятельности Николай Константинович Горбач, они стараются максимально объехать все населенные пункты нашего района. Объезды проводятся во все дни недели, кроме воскресенья. За 10 месяцев текущего года заготовили 86,6 тонн макулатуры из планируемых 110. Почти уже имеют необходимое количество полиэтилена. Такая же ситуация и с ломом черных металлов. Цветных металлов заготовили 8,1 тонну из необходимых 11,5. Стеклобои имеются уже больше, чем запланировано. Работа с населением Каждый четверг с 15 до 16 часов в редакции ЗАРИ по номеру 41773 работает горячий телефон. Корреспондент районки поможет вам решить многие житейские вопросы. Мы не боимся поднимать злободневные темы, выступать с критикой на страницах газеты. Если у вас есть нерешенные проблемы, звоните нам, и мы постараемся найти ответы на ваши вопросы. Завершается вакцинация против гриппа. Об этом сообщила редакции помощник врача-эпидемиолога районного центра гигиены и эпидемиологии Елена Числавна-Ткаченок. По состоянию на 19 ноября текущего года по району было привито 6487 человек. За счет предприятий платные прививки получили 1288 человек. Пять сделали прививку за собственные средства. Также Елена Числавовна отметила, что уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями вырос по отношению к уровню прошлого года. В прошлом году в случаях ОРВИ за данный период времени было зарегистрировано 186. Среди заболевших – 96 детей. На конец октября нынешнего года зарегистрировано 611 вирусных инфекций. 203 из них пришлось на детское население. С диагнозом грипп обращение пока не зарегистрировано. Культура Как сообщили редакции, 13 ноября текущего года в Витебском областном методическом центре народного творчества по случаю подтверждения звания «Народный» состоялось открытие выставки Народного клуба мастеров «Скорбонка» районного дома «Ремесел». Несомненно, наши земляки в очередной раз успешно его подтвердили. Руководителем клуба является Елена Анатольевна Погорельская. Со слов мастера-методиста по керамике районного дома «Ремесел» Олеси Ивановны Отчинниковой, в выставке приняли участие 17 мастеров нашего региона. Среди представленных произведений – отличные узоры вышивки, гончарства, резьбы по дереву, а также живописи и многое другое. Настоящее богатство, которое не только радует глаз, но и впечатляет душу каждого, ведь наверняка нет ничего более сильного по воздействию на человека, чем вещи, которые помнят тепло рук мастера. Кстати, жители и гости областного центра могут посетить выставку в Витебском областном методическом центре народного творчества до 30 ноября. Новогодний калейдоскоп В период с 1 ноября 2015 года по 30 января 2016 года проводится 19-я республиканская выставка конкурс декоративно-прикладного творчества учащихся «Рождественская звезда». Организатором районного этапа выставки конкурса является районный центр детей и молодежи. Это мероприятие стало уже традиционным для нашего региона и проводится который год подряд с целью развития и популяризации декоративно-прикладного творчества, выявления и поддержки юных талантов, сохранения и развития народных традиций. По условиям творческого соревнования в нем принимали участие учащиеся объединений по интересам изобразительной и декоративно-прикладного творчества учреждений дополнительного образования детей и молодежи и учащиеся учреждений образования района. Свои способности проявили ребята и подростки от 8 до 16 лет. Призеров определили в двух возрастных категориях – 8-12 лет, 13-16 лет. На суд жюри выставлялись как коллективные, так и индивидуальные работы, исполняемые в разных видах декоративно-прикладного творчества. Их тематика – зима, рождение Христова, Новый год, новогодние истории, сказки, герои зимних праздников. От учреждений образования района было представлено 30 работ и композиций на новогоднюю и рождественскую тему. 13 работ отобраны жюри для участия в областном этапе конкурса. При оценке творческих работ учитывалось использование новых техник и технологий в творческих работах, их художественный уровень, композиционное и цветовое решение, сочетание традиционного творчества и современной культуры, оригинальность идеи, самобытность художественного воплощения. Звездами выставки стали работы, выполненные в технике, вытянанке, росписи по стеклу, объединение по интересам творчества Бешенковичского районного центра детей и молодежи, волшебная парочка обезьянок, а также арт-объект «Леди зима», объединение по интересам волшебный клубок Бешенковичского районного центра детей и молодежи, панно из керамики «Волшебная ночь», объединение по интересам керамика Бешенковичский районный центр детей и молодежи, сюжетная композиция «Снегурочка», объединение по интересам мягкая игрушка Бешенковичского районного центра детей и молодежи, Елочные игрушки, исполняемые в технике артишок. Объединение по интересам. Искусство рукоделия. Средняя школа номер один городского поселка Бешенковичи. Сувенир-подарок. Накануне Нового года. Объединение по интересам. Умелые руки. Ульская средняя школа. Роспись по стеклу. Рождественская ночь. Работа ученицы Ржавский детский сад. Средняя школа. Новогодняя елочка. Стиль и текстиль. Объединение по интересам. Ателье юных модниц. Бешенковичский районный центр детей и молодежи. Эти работы примут участие в областном этапе конкурса и приобщены в экспозицию выставки на областном новогоднем благотворительном празднике «Наши дети», которое пройдет в декабре 2015 года. Победители и призеры районного этапа выставки конкурса в каждой номинации и возрастной категории награждены дипломами Государственного учреждения дополнительного образования «Бешенковичский районный центр детей и молодежи». Демографическая безопасность. Структурами Министерства по чрезвычайных ситуациям должное внимание уделяется пропаганде безопасности жизнедеятельности и обучению населения правилам поведения, которые позволяют сохранить жизнь и здоровье человека. Именно этой цели посвящены и профилактические акции, проводимые на протяжении всего года. О проводимых акциях на территории Бешенковичского района сегодня мы поговорим с инспектором инспекции надзора и профилактики Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Алексеем Игоревичем Берестенем. Уважаемые горожане и гости города, в Бешенковичском районе проходит республиканская акция «Не прожигай свою жизнь», направленная на предупреждение пожаров и гибель людей от них из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Только с начала нынешнего года в Бешенковичском районе произошло 28 пожаров, по которым погибло 3 человека. Уважаемые горожане, будьте внимательны в вопросах собственной безопасности и проявите заботу к тем, кто находится рядом – соседям, родственникам, знакомым. Ведь люди, злоупотребляющие спиртными и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и окружающих. Возможно, ваше неравнодушие спасет чью-то жизнь. Не пренебрегайте правилами безопасности, не проявляйте беспечности и небрежности в обращении с огнем. Берегите себя и своих близких. К слову, за 10 месяцев 2015 года в Бешенковичском районе произошло 28 пожаров. В огне погибло 4 человека, из них 2 в нетрезвом состоянии. Огнем уничтожено 5 строений и 2 единицы техники. Ущерб, причиненный пожарами, составляет 905 миллионов рублей. Спасено строений 42. Материальных ценностей спасено на сумму 1 миллиард 100 миллионов рублей. Любители спорта и все те, кто неравнодушно к нему относятся, могут обрадоваться, ведь впереди еще одно соревнование. Завтра, 21 ноября, в детско-юношеской спортивной школе будет развернен кубок района по мини-футболу. Приглашаются все желающие. Начало мероприятия запланировано на 10 часов. Более подробную информацию можно получить по телефону 212 12 24. Дорогие друзья, средства массовой информации района, газета «Заря» и программа «Бешенковичская районная радиовещание» и за дня в день пишут летопись нашей с вами маленькой родины. Мы рассказываем жителям региона о деятельности органов государственного, местного управления и самоуправления. Информируем население о важнейших событиях в политической, экономической, социальной и культурной жизни района. Освещаем проблемы демографической безопасности и множество других. На календаре середина ноября, а в отделениях почтовой связи полным ходом идет подписка на периодические издания, в том числе и на районную газету «Заря» на первое полугодие 2016 года. Мы искренне надеемся, что «Заря», как и раньше, будет долгожданной гостьей в вашем доме. Оставайтесь вместе с нами. Вот и все на сегодня. На этом программа «Бешенковичская районная радиовещание». Прощается с вами. Наши контактные телефоны 4 17 73 4 11 09.